Доводилось ли вам оказываться в ситуации, когда вы проявляли к человеку доброту и терпение, но взамен получали пренебрежение и невнимательность? К примеру, перед вами стояла задача выполнить работу в заданный срок. Вы сообщили о дедлайнах коллеги и сделали это максимально в дружественной форме. Ведь залог успешной коммуникации в бережном отношении к людям, не так ли? В итоге коллега подвел вас и не выполнил работу в нужное время, а вам пришлось нести ответственность за его промах. Сегодня особую популярность обрели темы уважения личных границ. Те, кто давно смотрит мои видео, хорошо знакомы с мыслью, которую я транслирую с момента создания канала. К людям нужно относиться деликатно и с уважением. Я неоднократно подчеркивал значимость уважения в коммуникации и показывал, к чему может приводить нарушение личных границ. Особенно хорошо это видно в разборе интервью Наталии Грейс с Владимиром Познером, который я делал недавно на канале, и в ролике о том, как проявлять уважение в общении. Но неужели всегда нужно себя контролировать? Не выйдет ли накопленный гнев наружу, если мы чувствуем одно, а говорим другое? Ведь иногда до человека доходит важность какой-то идеи только после того, как на него прикрикнут. Не будем ли мы казаться слишком мягкими, если не будем на агрессию собеседника отвечать тем же языком? Не захотят ли нами воспользоваться в такой ситуации? Порой мы, боясь торгнуться в личное пространство другого человека, ведем себя чересчур деликатно и боимся выдвигать условия или требования. Или, боясь показаться слишком строгими и спровоцировать у человека тревогу и стресс, мы боимся сказать нет. Меж тем, в сфере работы, учебы и межличностных отношений иногда важно проявить настойчивость и даже в каком-то смысле доминировать над оппонентом, чтобы добиться цели не только своей, но и общей. В этом ролике я проведу расследование, анализ этой неоднозначной темы и постараюсь ответить на вопросы, может ли слишком мягкое поведение навредить продуктивному выстраиванию отношений? Стоит ли проявлять строгость, требовательность, давление и доминирование по отношению к людям или все-таки личные границы человека важнее? Впереди много важных и полезных мыслей, поэтому давайте начинать. В общении с окружающими мы постоянно ищем гармонию. У каждого из нас есть свои границы, которые мы стараемся не пересекать и в то же время не позволяем пересекать другим. На пути к пониманию себя, своих действий, реакций. Порой возникают моменты, когда кажется, что все сложно и непонятно. В эти моменты обращение к профессионалу может стать настоящим спасением. Лично я, исследуя динамику взаимоотношений и поведенческие реакции, сталкивался с вопросами, на которые не мог найти ответа сам, для самого себя. Именно тогда я обратил внимание на сервис Ясно. Это первый и самый крупный в России сервис для видеоконсультаций с психологами. Это место, где я особенно оценил возможность просмотра подробных анкет и даже видеопрофилей у некоторых специалистов. Ведь выбор психолога непростая задача. Подобная функция позволяет заранее ознакомиться с манерой общения и подходом психолога, что облегчает процесс выбора. Если вам кажется, что что-то пошло не так или вы хотите попробовать работать с несколькими психологами перед тем, как определиться, это реально сделать всего за пару кликов в личном кабинете. Если у вас возникнут сложности, то служба поддержки, где работают исключительно психологи, готова подобрать для вас наиболее подходящего специалиста. Кроме того, Ясно выделяется тем, что в нем обмениваются опытом психологи из разных направлений, что обогащает процесс терапии. И, разумеется, конфиденциальность под надежной защитой. Да, порой нам сложно найти баланс в своих отношениях с другими людьми. Но благодаря таким платформам, как ясно, мы можем понять себя глубже и научиться строить гармоничные отношения. Если вы решите попробовать, у меня для вас есть специальный промокод МЕНТАЛ на скидку 20% на вашу первую сессию. Вводите его при регистрации. Переходите по ссылке и начните свое путешествие к пониманию себя. Чтобы разобраться в этом поставленном вопросе, давайте обратимся к истокам. Рассмотрим историю становления человека как биологического вида и проанализируем, что двигало людьми в процессе эволюции. Развитие человека основывается на принципе естественного отбора и выживания наиболее приспособленных особей. Кризисы и стрессовые ситуации создавали необходимость адаптироваться к новым условиям или, в противном случае, рисковать вымиранием. Когда на одной чаше весов была возможность выжить и процветать, а на другой – возможность потерять все и даже умереть, людям приходилось действовать непривычным для себя образом и находить новые пути решения проблем. В ходе эволюции человека и развития человеческого общества можно выделить несколько кризисных этапов, где факторами стресса выступали разные явления. Первый значительный фактор стресса – климп. Около 300 тысяч лет назад в Африке царили так называемые климатические качели – периоды повышения и понижения температуры. Климат заставил людей переселяться, чтобы защититься от неблагоприятных погодных условий. Переселения способствовали изменению образа жизни. Преодолевая внешние трудности, люди находили новые способы выживания и эволюционировали. И в результате этих изменений в Восточной Африке появились гомо сапиенс – человек разумный. Но не только климатические качели заставляли людей искать новые способы выживания. Этому способствовали еще и ледниковые периоды. Последний ледниковый период стимулировал процесс эволюции и адаптации гомо сапиенс к холодным климатическим условиям. Суровый климат привел к сокращению популяции и вымиранию некоторых видов. Те, что остались в живых, были вынуждены приспосабливаться. На физиологическом уровне менялась внешность человека, становилась такой, которая позволяла дольше сохранять тепло. Холодный климат способствовал развитию новых навыков. Люди научились создавать теплую одежду и укрытие из доступных материалов. Ледниковый период сопровождался и социальными изменениями. Формировались более сложные общественные структуры, которые улучшали кооперацию между людьми, а также передачу знаний и опыта. Климатические качели и ледниковые периоды – не единственные факторы ранней эволюции наших предков. Но они определенно внесли свой вклад в этот процесс. И без них, возможно, для человека все могло бы сложиться по-другому. Само наличие внешних стрессовых факторов привело к тому, что человек был мотивирован развиваться, чтобы выжить. Второй фактор стресса, который стимулировал развитие человеческого общества, также носит биологический характер. Это распространение болезней. Человечество на своем веку пережило большое количество эпидемий, самая разрушительная из которых считается бубонная чума, также известная как черная смерть. Бубонная чума затронула значительную часть населения Земли. Согласно историческим данным, она уничтожила от 30 до 50 процентов населения Европы. Ужас, который вызывала эта пандемия у средневековых народов, объясняется стопроцентной летальностью болезни и неизвестными причинами появления. Бубонная чума и другие эпидемии влекли за собой огромные человеческие потери. Вместе с этим, как ни парадоксально, они также стимулировали развитие общества. В период черной смерти произошли значительные изменения, повлиявшие на культуру и искусство. Перед лицом опасности от многовековой спячки очнулась медицина, вступившая с того времени в новый этап развития. Изменение экономических условий, связанных с уменьшением населения, привело к развитию городов, торговли и ремесленничества. Все эти изменения способствовали лучшей адаптации и выживанию общества в сложных условиях в целом. Возможно, на это повлияли и какие-то другие факторы. Если кто-то из вас обладает большими знаниями в этой истории, сможет, безусловно, добавить в комментариях свое мнение на этот счет. История показывает, что для людей нормально выходить за пределы своих возможностей и искать новые, ранее неизведанные пути решения проблем. Мы можем и умеем так делать. Неизвестно, с какими еще кризисами мы столкнемся. Значит, стресс все-таки имеет и положительные стороны, и даже может в каком-то смысле быть полезным для развития. Но остается вопрос, стоит ли применять стресс коммуникации? Как на общение влияет мягкость, ее противоположность, жесткость. Насколько необходим каждый из этих двух элементов? Кажется, пора пойти дальше и обсудить влияние стресса на общение. Итак, можем ли мы вывод, сделанный в предыдущей разделе, перенести в сферу коммуникации и сказать, что стресс в межличностных отношениях приносит человеку пользу, учит приспосабливаться и преодолевать трудности и стимулировать развитие? Чтобы это понять, нужно проанализировать, каким последствиям и результатам ведет стресс в сфере коммуникации. И в целом нужно разобраться с определением стресса. Стресс – это физическая, психическая, эмоциональная и химическая реакция тела на то, что пугает человека, раздражает его или угрожает. Причин возникновения стресса огромное количество. Если попросить вас назвать несколько причин возникновения стресса, вы сходу можете перечислить не менее пяти. Переезд, поступление в ВУЗ, новая работа, развод, потери близкого и так далее. И вот что интересно. По сути, любую причину стресса можно обобщить одним словом. Изменение. Стресс – это сигнал о том, что человеку необходимо перестроиться, изменить свое поведение, чтобы пережить трудную ситуацию, которая представляет угрозу привычному образу жизни. Когда мы понимаем, что для того, чтобы сохранить привычный уровень жизни или перейти на следующий этап развития, нам потребуется что-то изменить, мы испытываем стресс. Область взаимоотношений – один из главных факторов стресса современного человека. Что мы подразумеваем под стрессом в коммуникации? Исходя из определения стресса в целом, можно сказать, что стресс-коммуникация – это ситуация общения, которая требует от человека сил на изменение своего поведения и адаптации. Сила стресса зависит от того, насколько нужно перестраиваться. Чем больше предстоит изменений, тем выше уровень стресса. Какие коммуникативные ситуации могут вызывать стресс? Это могут быть публичные выступления, собеседования на работе, ситуации, в которых трудно отказать собеседнику или, наоборот, согласиться с ним. Это также могут быть ситуации, в которых нам для достижения цели нужно показать свои преимущества над собеседником. Не менее стрессовые коммуникативные ситуации – это критика, может даже обучение, причем не только когда учат нас, но и когда мы учим кого-то, знакомство с новыми людьми, общение с теми, кто выше нас по статусу. Со стрессом в общении мы сталкиваемся с самого детства. Первыми триггерами стресса, то есть людьми, которые могут оказывать на нас влияние давлений, выступают родители или старшие взрослые. В целом, воспитание людей – деятельность крайне трудная и ответственная. Хорошему родителю приходится постоянно балансировать между мягкостью и строгостью. Если относиться к ребенку слишком добродушно, это может его избаловать. Если быть слишком строгим, то травмировать. Многие исследования, проводимые учеными из разных стран в области психологии и нейропсихологии, свидетельствуют, что чрезмерная строгость и властность воспитания детей, в том числе применение насилия, негативно воздействует не только на процесс взросления, но и на дальнейшую судьбу уже взрослого человека. Американские ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения наблюдали за выбранной группой людей в течение 18 лет. В этой группе, которая состояла из более чем 65 тысяч человек, были люди с опытом физического насилия в детстве и люди без такого опыта. За 18 лет наблюдения исследователи зафиксировали несколько тысяч случаев преждевременной смерти. Результаты наблюдений привели ученых к выводу, что люди, пережившие в детстве физическое насилие, имеют более высокий риск преждевременной смерти, чем те, которые не подвергались насилию. Это связано с иммунной системой человека. Насилие оказывает на нее негативный эффект и может повысить уязвимость к поздним проблемам с психическим здоровьем и пристрастию к вредным привычкам. То есть, применяя жесткие формы доминирования к человеку, мы можем нанести ему ментальный или физический вред. Если после этого вы подумали, что только тяжелые формы насилия оказывают на человека такой сильный эффект, то спешу вам сказать, что это не так. В другом исследовании ученые выяснили, что даже легкие шлепки, которые многим могут показаться безобидными и даже полезными в воспитании детей, вызывают такую же реакцию в мозге, как и тяжелая форма насилия. О чем это говорит? О том, что неважно, какому уровню физического насилия подвергся человек, мозг все воспринимает одинаково травматично. При этом шлепки едва ли можно назвать эффективным методом влияния. Обычно шлепками родители пытаются добиться послушания от ребенка. Но мало того, что шлепание не дает желаемого эффекта, так еще и вредит. И чем чаще ребенка шлепают, тем ярче проявляются негативные эффекты. Антисоциальное поведение, агрессия, когнитивные и ментальные проблемы. И это еще не все негативные последствия жесткого воспитания. Европейские ученые выяснили, что строгое воспитание может даже изменять структуру ДНК человека. А эти изменения передаются следующим поколениям. Дело в том, что при переживании стресса запускается процесс модификации молекул ДНК. Метеллирование. Метеллирование происходит у всех людей. Но его избыточное количество часто связано с развитием депрессии. Кажется, с последствиями строгости в отношениях и, в частности, воспитания все понятно. Негативные последствия точно есть, и они, подобно бомбе замедленного действия, проявляют себя уже во взрослом возрасте и в отношениях с другими людьми. Многие взрослые люди до сих пор считают, что только жесткие формы общения самые эффективные. Но, как видно, это не так. А что можно сказать по поводу противоположной стороны, мягкого отношения в воспитании детей? И на этот вопрос удалось ответить ученым. Они выяснили, что для более эффективных результатов обучения студентам нужно чаще напоминать о награде за хорошее поведение, чем о наказании за плохое. Чем больше учитель квалит студентов, тем больше они идут на контакт, концентрироваться на учебе и следят за своим поведением. Получается, что стрессовая коммуникация, в которой используется физическое и психологическое воздействие на человека и манипуляции, однозначно вредна? Говорит ли это о том, что человеку нужно стремиться избегать все возможные стрессовые ситуации общения, оберегать себя и других от вредного воздействия и стойко защищать личные границы? Можно ли утверждать, что общаться со всеми нужно исключительно с позиции уважения, чтобы не оказывать ни на себя, ни на других негативный эффект и не провоцировать избыточный стресс? Давайте порассуждаем об этом с помощью примера. Представьте спортсмена, участвующего в профессиональных соревнованиях. Участие в таких мероприятиях неразрывно связано со стрессом. Спортсмен регулярно сталкивается с критикой со стороны тренеров, судей, конкурентов. Постоянное давление и стремление к победе в соревновательной среде могут послужить мотивацией для спортсмена. Логично, что улучшение способностей и победы в соревнованиях повышают шансы на получение призов, привлекают внимание спонсоров и повышают статус в спортивном сообществе. Подобная мотивация победить может подвигнуть спортсмена на упорные тренировки, поиск новых методов и техник, а также на развитие ментальной устойчивости. В результате спортсмен развивает свои способности, повышает свой уровень подготовки и становится более эффективным участником в соревнованиях. В таком случае критика, давление и стресс могут все-таки стимулировать человека улучшать свои способности и навыки, работать над собой и добиваться целей. Но возникает резонный вопрос, как в таком случае должна выглядеть критика, чтобы она не переходила граница с тем, чтобы не демотивировать спортсмена, не понизить самооценку и не отбить желание заниматься спортом, и чтобы она, самое главное, не переходила в насилие. Если критика важный элемент развития, то как ее нужно выражать? Нужно ли стремиться проявлять силу в отношениях или лучше вообще не оказывать на людей никакого давления? Ответьте на один вопрос. Какие истории вызывают в вас больше эмоциональный отклик? Тем, где человеку все досталось легко, или те, где ему пришлось приложить усилия, чтобы добиться цели, работать над своими навыками и стать лучше? Очевидно, скорее всего, второе. И этому есть объяснение. Если мы предполагаем, что чей-то успех связан с приложенными усилиями, это мотивирует нас больше, так как дает хотя бы небольшую уверенность в том, что успеха можно достичь через упорный труд. И пусть это не всегда так, и даже тяжелая работа и борьба с обстоятельствами не гарантируют успеха, учитывая то, что стартовые позиции у всех разные, но сам факт того, что мы видели, как это случилось у других, способен мотивировать и вдохновлять. Но всегда ли нужно подвергаться внешнему давлению, чтобы получить желаемое? Вспомним главного героя фильма «Одержимость» — барабанщика Эндрю Нимана. О нем я уже рассказывал подробно в ролике про сам феномен одержимости. Эндрю столкнулся с крайне жесткими методами обучения маэстро Теренса Флетчера. Угрозы, крики, давление, унижение, манипуляции. Так Флетчер общается с большинством своих студентов на постоянной основе. «Ты никому не нужный, бездарный, педиковатый кусок дерьма. Твоя мама ушла от папы, когда поняла, что он не Юджин О'Нил. И теперь ты гадишь соплями мои новые барабаны, как девятилетняя девчонка». Кажется, что любой вожащий себе человек захотел бы уйти из таких невыносимых условий обучения. Но почему ни Эндрю, ни другие музыканты этого не делают? Несмотря на жестокость и требовательность, Флетчера ценят за тонкий музыкальный слух и способность разглядеть человеке талант. «Если ты рядом с Флетчером, значит, ты чего-то стоишь». Так рассуждают музыканты, и Эндрю в том числе. Но в обмен на возможность развить музыкальную карьеру приходится жертвовать психологическим здоровьем и отношениями с близкими, а значит, подвергаться давлению со стороны других людей постоянно. Флетчер не единожды давил на Эндрю, проявлял силу по отношению к нему, заставлял Эндрю перейти грань своих возможностей. «Не сбавляй!» «Набирай!» «Быстрее!» В итоге Эндрю смог доказать, что способен стать лучшим и превзойти тех, кто был до него. Он на протяжении долгого времени подвергался колоссальному количеству стресса, исходящего не только от Флетчера, но и от близких. Но именно это и помогло ему добиться желаемого результата. Это сделало его дисциплинированным и упорным. Если бы Эндрю не работал на грани своих возможностей, а получал бы только поощрение, возможно, цели бы он не добился, так как считал бы, что большего от него не требуется. «Нет в нашем языке слова вреднее и опаснее, чем молодец». Значит, всё-таки существуют ситуации, в которых необходимо проявлять строгость и требовательность, тревожить личные границы человека и заставлять его выходить из зоны комфорта, оказывать на него давление, чтобы цель была достигнута. Или ситуация Эндрю скорее исключения, чем правило. Ведь в фильме нам показывают мало того, что утрированную, так и обратную ситуацию. Те же самые методы Флетчера, не менее талантливого музыканта, довели до самоубийства. «Тебе знакомо имя Шона Кейси? Ты слышал о его смерти? Повесился месяц назад примерно. У Шона была паранойя и депрессия. Его мать считает, что всё началось, когда он попал к Флетчеру». Жестокость Флетчера в одном случае помогла, а в другом навредила. Значит, многое зависит и от личности от склада характера человека, который подвергается давлению. У Эндрю нашлось достаточно внутренних ресурсов, чтобы преодолеть кризисную ситуацию, вытерпеть то доминирование, которое Флетчер использовала по отношению к нему. А у Шона Кейси по каким-то причинам ресурсов оказалось недостаточно. Ещё пример. В фильме «Общество мёртвых поэтов» один из студентов учителя Киттинга, Нил Перри, также сталкивается с давлением и стрессом в отношениях. На него постоянно давит отец и заставляет принимать только те решения, которые нравятся ему. Буквально решает за сына, как ему жить и по какому пути он пойдёт. То есть проявляет максимальный уровень давления, без перехода к физическому насилию. Нил буквально находится между двух огней. С одной стороны мягкий, не заошрённый во всех взглядах учитель, а с другой – строгий требовательный отец. Взгляды Киттинга оказывают большое влияние на мировоззрение Нила, стремление к свободе – их основная ценность. «Цель образования – научить самостоятельно думать. В их возрасте ни в коем случае». Что-то подсказывают Нилу, что он должен заниматься театром, а не медициной. «Я буду играть! Я буду актёром! Мне всегда хотелось себя проверить!» Но давление заставляет Нила искать обходные пути, заниматься тем, что он хочет. Но так, чтобы не узнал отец. «Но ты не сможешь играть, ай, если отец тебе не позволит. Сначала нужно получить роль, всё остальное потом». «Он убьёт тебя, если узнаешь, что ты пошёл без разрешения». «Нет-нет-нет, я сделаю так, чтобы он ни о чём не узнал». Скрытность Нилы всё равно привозит к открытому конфликту. «Завтра же пойдёшь и скажешь, что бросаешь эту глупую затею». «Но это… это невозможно! Завтра спектакль! Мне одна из главных ролей!» «А мне наплевать! С театром покончено раз и навсегда!» И в данном случае строгость отца совсем не идёт на пользу сыну. В отличие от Флетчера и Эндрю, здесь жестокость отца не стимулирует Нила, а наоборот, подавляет, делая их отношения напряжёнными, а самого Нила слабым. «А ты говорил отцу об этом? Что мечтаешь о театре? Ну всё, что мне рассказываешь?» «Нет, с ним я так разговаривать не могу. Я в ловушке». И даже после того, как Китинг посоветовал Нилу поговорить с отцом и попытаться найти точки соприкосновения, Нил не смог этого сделать, потому что на непреклонового отца невозможно повлиять. Нил врёт и отцу, и учителю. «Поговорил с отцом?» «Да, он был не в восторге, но всё-таки в спектакле позволил играть». После спектакля отец понимает, что Нил снова солгал. «Нил! Я же специально!» «Тебя зовёт отец». «Спасибо». Но на этот раз давление настолько велико, что Нил не может с ним справиться. «Нил! О боже!» «Нет!» «Мой сынок!» «Он жив!» «Мой бедный мальчик!» Произошедшим обвиняет вольнодумца Китинга. Но стоит отметить, что и он не призывал к абсолютному безрассудству. «Есть время для дерзости и есть для осмотрительности. Мудрый понимает, что пустить в ход». Китинга всё равно сделали виновным, так как его поведение и методы обучения не соответствовали жёстким стандартам школы. И хоть он, очевидно, не желал зла никому из своих учеников, он невольно стал одной из крайностей, между которыми метался Нил. На двух примерах уже можно видеть, насколько по-разному влияет давление на того или иного человека. Эндрю в итоге добился успеха. Давление со стороны Флетчера мотивировало его, а Нил был подавлен. Но и в том, и в другом случае давление и напряжённость в отношениях оказали сильнейшее влияние на личность героев и не прошли бесследно. Манипулятивное поведение, давление, доминирование однозначно негативно сказывается на общении и на психологическом здоровье. Выходит, что в общении нельзя накладывать какие-либо ограничения, обязательства, нельзя проявлять силу, чтобы оно проходило эффективно? Рассмотрим противоположный пример и представим мягкого руководителя, не создающего никакого давления. Чрезмерная доброта может привести к расхлябанности коллектива и невыполнению трудовых задач. Люди будут понимать, что оплошность может сойти им с рук и не будут стремиться к достижению результата. Человеку, который боится требовать чего-то от других, не умеет говорить «нет», боится обидеть, едва ли удастся стать эффективным лидером. В любом коллективе важна дисциплина, а она подразумевает определённый уровень строгости. Бывает и так, что доброта человека трактуется как слабовольность, а другие люди пытаются этим воспользоваться в своих интересах, продавить человека, сделать его удобным. Так было с Уолтером Уайтом в начале первого сезона «Во все тяжкие». Уолтер был добрым, местами даже слабым, и не мог дать отпор своим обидчикам и защитить себя. Студенты его не уважали. Жена Уолтера, Скайлер, в семье была большим авторитетом, держала мужа в ежовых рукавицах и пользовалась положением, зная, что Уолтер слишком слабохарактерный и не возразит. Уверен, что и в жизни таких примеров можно встретить массу, когда человек не хочет лишний раз навязываться или выдвигать какие-то условия сотрудничества. Это говорит о том, что он не желает становиться триггером стрессовой ситуации, так как это накладывает на него определенную ответственность. В итоге это может выливаться в непонимание, конфликты, невыполнение обязательств с одной или с обеих сторон. Если чрезмерная строгость вредна так же, как чрезмерная доброта, как тогда стоит поступать в стрессовой коммуникации или какой-либо другой ситуации? После всестороннего анализа мы максимально близки к ответу на этот вопрос. Может показаться, что жизнь была бы гораздо лучше, если бы ни в обучении, ни в работе, ни в межличностном общении не возникало давления. Все бы относились к друг другу с уважением, не давили и не заставляли нервничать. Но так ли это? Снова отмотаем время назад и проанализируем поведение наших предков. Как известно, раньше, чтобы выживать, людям было необходимо регулярно заниматься охотой. На охоту выходил не один человек, а группа. Успех охоты напрямую влиял на качество жизни. Будет еда – можно будет выжить. Не будет – придется голодать. Уже это обстоятельство – достаточная почва для возникновения стресса. Внутри группы охотников могли возникать конфликты и борьба за ресурсы, что могло привести к неэффективной охоте и ставить под угрозу выживание всего коллектива. В таких случаях умеренная агрессия, доминирование и критика могли служить средством регуляции социальных отношений. Умелые охотники могли использовать свои навыки и авторитет, чтобы наставлять менее опытных членов группы. При этом такое поведение не было насильственным или унизительным. Оно было направлено на улучшение навыков охоты и увеличение шансов на благоприятный исход событий. К тому же, умеренная агрессия в охотничьих сообществах помогала определить иерархическую структуру группы. Более опытные охотники, которые успешно зарекомендовали себя, занимали привилегированное положение и обладали авторитетом. Это укрепляло сотрудничество и дисциплину внутри группы, у которой был лидер, что в свою очередь повышало шансы на выживание всего сообщества. Сегодня нам уже не нужно охотиться, чтобы выжить, но нам по-прежнему необходимо объединяться в группы, чтобы совместно преодолевать трудности. Как и раньше, успех поставленной задачи зависит от налаженности сотрудничества между людьми и в особенности от человека, который руководит процессом. Но в вопросе власти и доминирования над людьми крайне важно соблюдать баланс. Дело в том, что обладание властью повышает уверенность человека в себе. Это в свою очередь приводит к уверенности в принятии решений. Однако эта уверенность может стать чрезмерной и приводить к неоптимальным или рискованным решениям. Таким образом, хотя чувство власти может усилить самооценку, оно также может ввести к менее осмотрительному принятию решений. И снова мы наблюдаем двоякую ситуацию, в которой важно равновесие. С одной стороны, давление, доминирование и дисциплина полезны для выстраивания отношений, так как регулируют их и устанавливают порядок и ясность. Но с другой, их чрезмерное использование ведет к дисбалансу, который провоцирует конфликты, недовольство, разлад в коллективе. Стресс. Без стресса жить спокойнее. Люди, которые реже испытывают стресс, гораздо чаще пребывают в хорошем настроении и менее склонны к хроническим заболеваниям. Звучит отлично, не правда ли? Однако тут есть одно большое «но». Жизнь без стресса вообще хуже, чем со стрессом. Но умеренным. Почему? Умеренный стресс стимулирует работу мозга и повышает когнитивные способности. К тому же, в результате наблюдений было выявлено, что люди, чаще испытывающие стресс, гораздо лучше помнят о позитивных моментах жизни. Стресс создает контраст, который, с одной стороны, заставляет переживать негативные эмоции, а с другой делает позитивные эмоции ярче и насыщеннее. Так как стресс-коммуникация – неотъемлемая часть жизни, важно понимать, как протекает механизм развития стресса и как его можно регулировать. Развитие стресса состоит из трех этапов. К такому выводу пришел канадский ученый Ганс Селье, который, кстати, не считал стресс чем-то вредом. На первом этапе проживания стресса наступает тревога. Все ресурсы организма активизируются, чтобы мы могли преодолевать то, что происходит. На втором этапе наступает адаптация. Мы используем те ресурсы, которые появились в нашем распоряжении. Приспосабливаемся к новой действительности и преодолеваем ее. В принципе, на этом проживание стресса может закончиться. Но если вторая фаза по каким-то причинам затянулась или не прошла успешно, наступает третья фаза – истощение. Ресурсов организма оказывается недостаточно, чтобы преодолеть препятствия. Напряжение не спадает, а растет. Стресс работает циклами. Мы столкнулись с проблемой, напряглись, решили ее, оставили в памяти. После расслабились и восполнили ресурс. И так бесконечное количество раз. Чрезмерный и хронический стресс приводит к истощению организма, так как он не дает этому циклу замкнуться и восполнить недостающие ресурсы. Выходит, что пользу стресса во многом предполагает дозировка. Умеренное количество стресса в коммуникации может пойти на благо обеим сторонам. К примеру, в романтических отношениях партнеры поссорились и вышли на эмоции. Но через некоторое время остыли и с холодной головой обсудили возникшую проблему и способы ее решения. Таким образом, сделав свои отношения крепче. В таком случае испытанной дозы стресса достаточно, чтобы преодолеть трудности. Если же дозу стресса из раза в раза повышать и не давать партнерам восстановиться, это, скорее всего, приведет к истощению и разрыву отношений. То есть стресс, в том числе стресс в коммуникации, в речи, все-таки нужен, так как он учит нас чему-то новому, заставляет преодолевать трудности в общении, а не игнорировать их и пытаться закрыть на них глаза. Так же, как много тысяч лет назад наши предки приобрели новые навыки, сопротивляясь погодным условиям, болезням и социальным катаклизмам. Стресс в целом обладает некоторыми полезными свойствами. Во время переживания стресса в организме вырабатывается гормон кортизол, который в умеренных количествах улучшает способность обучаться и запоминать информацию. К тому же стресс делает организм сильнее и выносливее, активизирует иммунную систему. Но важно учитывать один важный аспект. Ключевое слово здесь – умеренное количество. Все эти полезные свойства стресса работают лишь в том случае, если стресс кратковременный и не приходит на третью стадию. Например, у Нила стресс был хронический из-за постоянного давления отца, поэтому привел к истощению. Но у Эндрю были передышки, моменты отдыха. Один раз он и вовсе забросил музыку, что в итоге пошло ему на пользу, так как помогло сбросить накопившийся стресс. Поэтому у Эндрю была возможность восстановиться. Он был продуктивен отчасти потому, что давление со стороны Флетчера научило его этому. Давление и доминирование Флетчера сделали Эндрю сильнее. Так что же делать, чтобы не быть ни слишком строгим, ни слишком мягким в отношениях с людьми? Ответ – проявлять гибкость и искать баланс между этими двумя полюсами. Звучит просто и в то же время сложно. Но, как мы уже отметили, важно не только наличие стресса, но и его доза. Если взять дозу стресса в межличностных отношениях под контроль, можно избежать множества ненужных конфликтов. Иногда наши действия в коммуникации неизбежно приводят к тому, что мы создаем для людей дополнительный стресс и вынуждены оказывать на них давление. Например, когда просим выполнить работу в сжатые сроки или просим изменить свое поведение. Если оказать определенный уровень давления на человека, но при этом, что очень важно, не переуществовать, это может пойти на пользу. Один из способов решения этой дилеммы – позитивная дисциплина. Для многих людей дисциплина ассоциируется с строгостью и жесткостью. Но в рамках позитивной дисциплины все несколько иначе. Часто в коллективе, особенно в том, где есть много участников, важно устанавливать определенные правила взаимодействия. Желательно договариваться о них на берегу, чтобы все участники общения были осведомлены одинаково. В рамках позитивной дисциплины предлагается совместное создание правил всеми членами коллектива под руководством нескольких авторитетных фигур. Разрабатывая правила кооперации совместно, люди делят между собой ответственность за их исполнение. Это помогает чувствовать связь с коллективом, свою преднадлежность к группе и значимость в ней. Если все же один или несколько членов группы нарушает правила, важно в твердой, но доброжелательной форме выяснить причины такого поведения и постараться понять, стоит ли за этим какая-то неудовлетворенная потребность. Обращая внимание на эту деталь, можно скорректировать поведение человека не жестокостью, а внимательностью и эмпатией. Если создать для человека слишком комфортные условия, то со временем у него может отпасть желание развиваться и идти вперед. Вступает стагнация. В то время как умеренное и контролируемое давление в общении, возможно, некий вызов, могут наоборот подстегивать на совершение действий, приводить к положительному результату и делать отношения крепче. Иногда не нужно бояться проявлять строгость, требовательность, доминирование над собеседником, выражать критику, но в конструктивном ключе. Так, чтобы дать человеку понять, что вы от него хотите, но при этом не переходить черту и на личности, не создавая избыточный стресс, который потом может оставить отпечаток на психике. С другой стороны, важно не только контролировать требовательность, исходящую от нас, но и другим людям не позволять подвергать нас излишнему стрессу, а ставить себя в те условия, где давление кажется преодолимым. О том, как найти этот баланс, как не быть слишком мягким и не переходить черту в требовательности, как вести себя в стрессовой обстановке и подготовиться к сложному разговору, можно узнать на курсе «Стрессовая коммуникация» в моей образовательной платформе Mental Room. Прохождение курса поможет вам научиться управлять стрессовой ситуацией, проводить сложные встречи и переговоры продуктивно, а также сохранять спокойствие в напряженной обстановке. В этом поможет другой курс, как контролировать свои эмоции. Полученные знания вы можете применить не только в бытовой среде, но и при общении с руководителями, подчиненными и партнерами. Помните, что любой стресс – это изменение, которое предполагает прохождение адаптации. Если научиться адаптироваться к сложным ситуациям, со временем они все меньше будут казаться стрессовыми, а вы будете чувствовать себя уверенней. Если для вас это звучит интересно, переходите по ссылке в описании. А я перехожу к заключению. Мягкость и требовательность одинаково важны в коммуникациях. И там, и там не стоит перегибать палку. Не нужно стремиться быть слишком мягкими и удобными. Так же, как не стоит бросаться в другую крайность – быть слишком требовательными. Естественно, без уважения и терпимости продуктивные отношения построить трудно. Важно уважать личные границы других людей, думать и об их чувствах, ставить себя на их место, проявлять эмпатию. Но в некоторых ситуациях важно в определенной степени проявлять и силу. Залог успеха – находиться в балансе между этими двумя вещами. Соблюдать чужие границы, проявлять уважение, но и обозначить свои, и строго указывать на важность тех или иных вещей. Иногда к человеку нужно относиться требовательно, чтобы поставить его в контролируемую стрессовую ситуацию, мобилизовать внутренние ресурсы и помочь ему выйти на новый уровень развития. А иногда важно относиться к человеку мягче, чтобы не позволить стрессу привести внутренние силы к истощению. Давление в коммуникации может стать двигателем развития человека, а может также и подавить волю. Стресса не нужно избегать, так как это все равно вряд ли получится. Но критически важно научиться справляться с ним, контролировать стрессовые ситуации общения, быть конструктивным и корректным, учитывать механизм проживания стресса и помнить о том, что позитивное или негативное влияние стресса на нас определяется его количеством и интенсивностью. Поведение, в котором мы доминируем над оппонентом, может играть нам на руку и заставить других людей воспринимать нас как авторитета. Но важно помнить о негативных последствиях, которым приводит давление на человека на постоянной основе. Хотя доминирующее поведение может привести к краткосрочным успехам, оно может также разрушить доверие и отношения с окружающими в долгосрочной перспективе. Постоянная потребность контролировать других и ситуацию может увеличивать уровень стресса. Постоянная снисходительность и мягкость может тормозить развитие. Гибкость и способность адаптироваться к различным ситуациям, выбирая подходящий стиль общения, часто более цена, чем стремление доминировать в любых условиях. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Подписывайтесь на канал. Давно я не говорил эту фразу, чтобы следить за новыми выпусками и видеть расширение этой темы на примере каких-то реальных ситуаций, на примере ситуации из фильмов, как проявляется стресс в общении, в коммуникации, как проявляется давление, как защищать свои личные границы и так далее. И увидимся очень скоро. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok